Сегодня мы поговорим с вами о культуре народных развлечений в жизни традиционного общества, городского общества, преимущественно на старом материале, на материале до советского времени. Этот материал очень обширный, обильный, и он дает нам замечательную картину разнообразия культурной жизни, развлечений культурных городского населения, присутствия там музыки и других художественных средств, других видов искусств. И эта тема интересна не только для специалистов, но и для широкого круга людей, интересующихся историей культуры. Я постараюсь связать эту тему культурных развлечений в Туркестане с предыдущими моими лекциями, которые были посвящены суфизму и культуре. Этот ракурс позволяет выявить очень интересный пласт, связанный с отношением к культуре различных институтов, религиозных, общественных, различных мнений. И вот в борьбе и в противостоянии этих мнений, точек зрения на народную культуру, вырисовывается развитие отдельных видов искусства, вплоть с того времени, с древности, с средневековья, по позднему времени, вплоть до нашей современности. Я бы сказал так, что центральная категория культуры, в народной культуре, может быть обозначена словом «тамаша». «Тамаша» – очень распространенное слово. Оно часто употребляется и в сочетаниях, и отдельно. В современном, так сказать, лексиконе искусствоведов это слово означает вообще зрительные, зрительские, зрительные искусства, зрелищные искусства, всё, что связано с созерцанием. Но когда-то, особенно в период до 20-х годов, «тамаша» преобладало значение нескольких различных видов, не только, собственно, зрелищных, и тех, которые воспринимались на слух. И это и музыка обязательно входила, и различные другие звуковые, так сказать, представления. То есть это был более широкий термин, более широкого значения. Очевидно, что вообще центральная такая категория в народной культуре, центральная художественно-эстетическая категория – это, несомненно, категория, которая может быть обозначена словом «тамаша». Что сюда входило? Сюда входило широкий круг различных мероприятий, ритуалов, церемоний, обычаев, которые так или иначе использовали музыку. Но в экономическом смысле, так сказать, в хозяйственном плане «тамаша» ориентировалась на состояние человека, его способность, грубо говоря, упрощая, так сказать, накормить своих близких и окружение, своих махали, гузара, где он проживает. То есть организовать, как говорят, это плов, дать плов. Ош, ош, да да, он дал ош, угощение. Вот это угощение, которое организовывалось, можно сказать, почти тотально, оно было настолько широко распространено, имело такие огромные формы. Там, можно сказать, присутствовали, начиная от нескольких сот, несколько десятков людей на таких мероприятиях и до несколько тысяч. И это было, имело массовый характер, носило массовый характер. Есть уникальные документы, вот архивные, касательно, скажем, народной жизни в Бухаре, например, это из архива Кужбеги в Центральном государственном архиве Узбекистана, и там содержатся уникальные донесения вот агентов секретных, которые сообщают о тех или иных тамаша, организованных в тех или иных гузарах по тому или иному случаю. Это могло быть и рождение ребенка. Как только рождался ребенок, моментально узнавали вокруг, и первым делом туда прибегали музыканты, тот цех музыкантов, ансамбль, который входил в тот или иной цех музыкальный, и который обслуживал данную территорию. И они там играли, оповещая тем, что есть очень интересное событие, которое завершится раздачей плова. Таким образом, конечно, тамаша, связанная с угощением, мобильным угощением или любым другим угощением, это и сильнейшая форма в то время была социализации, форма взаимопомощи. И практически она не прерывалась, то в одном месте, то в другом. Это не обязательно, чтобы это только было по выходным дням, как это сейчас водится, но это и в будние дни, все дни недели, где-то что-то происходило. Происходило то, что заканчивалось угощением, то, что можно обозначить, как, так сказать, кормление народа. Ну, например, ремесленники часто устраивали свои специальные угощения по поводу орвох и пир, поминания духов пиров своего ремесла. Это были целые корпорации, которые, ну, например, там в Бухаре, к примеру, по данным вот этих секретных агентов и мира, это могли быть огромные, несколько сот или даже тысяч собрания, которые обязательно, на которые приглашались певцы-хафизы, которые пели, и это завершалось угощением, пловом. Из гузаров, из специальных гузаров, где находились музыканты, гузари на Карачьон или Кучаи на Горачиха, и так и так есть разные названия, то есть гузар вот этих исполнителей ударных инструментов на гора, оттуда приходили вот эти музыканты. Это могли быть и, скажем, свадьбы. Свадьба – очень широкое понятие. Одно из его значений, допустим, свадьба, связанная с суннатой, то есть обрезание. Зависело от социально-экономического положения человека, который организует свадьбу. Например, вот Салимхан, Салимбек, Мирза Салимбек, историк, поздний историк, описывает, как он организовал, он и другие сопоставленные чиновники проводили свадьбы, с суннатой, и чем сопровождалось это, эти мероприятия, какими обширными подарками и так далее. В одном источнике, неизвестном, я нашел описание свадьбы, которую суннатой, которую организовал для своих троих сыновей один крупный чиновник периода Насулы Хана, Мухаммад Фазил Суфибек, Диван Беги, в Бухаре в 1845-46 году. Она длилась очень долго. Там съехались со всех городов, из Афганистана, с Балха, и присутствовали разные роды музыкального сопровождения, и серьезные певцы, которые исполняли Макомы, и ансамбли типа Мехтарлик, народные ансамбли Карна и Сурна, и так далее, и тому подобное. И вот все эти мероприятия, о них буквально есть большой материал, вот архивный материал, который создает вот эту картину бесконечных, безостановочных веселий. И естественно, что люди, которые это обслуживали, они тоже должны были иметь, их тоже должно было быть достаточно. И это были музыканты разного вида. Например, особой популярностью в Бухаре, как и в других городах, пользовались исполнители на дойре. Не обязательно профессиональные. Их называли дойродаст. Они приходили на любое мероприятие с дойрами, и любой человек мог прийти на зов дойры. И вот это вот большое количество, это артистическое, говоря современным языком, богемы, оно, соответственно, вызвало и вызывало очень к себе настороженное отношение разных категорий просвещенных людей. Впервые его попытался как-то придать ему вид некой организации, некого урегулировать эти отношения. Впервые попытался бухарский эмир Музафархан. Он правил в 1860-1885 году. Он создал некое специальное ведомство Голибхона. Голибхона, где был специальный руководитель, Голиб, это Голиб буквально предводитель, руководитель, который давал разрешение и выдавал как бы из этой Голибхона зарегистрированных там музыкантов и ансамбли различные. Музыканты должны были, люди, которые проводят мероприятие, должны были сначала обратиться к Миршабу, полицмейстеру ночному, так сказать, который выдавал соответствующий документ направления в Голибхона. И уже Голиб давал разрешение на использование, приглашение тех или иных музыкантов, отдельных певцов или целых ансамблей. И эта услуга была платной. Таким образом, мы можем говорить, что здесь вот впервые, ну, возможно, конечно, это не впервые, но все-таки в такой явной форме была создана структура, которая создала, так сказать, возможность взимания налогов определенной платы в виде налогов, которые поступали в казну от привлечения музыкантов. И это, как я уже сказал, было связано с огромным их числом. О самом Музаффархане Дониш сообщает, что ходили истории, что он, ну, истории такого юмористически-сатирического характера, что он вовсе не сын Амира Насрулы, а что его отцом был танцор, певец и клоун. Ракос Каволь Масхарабос. То есть настолько он сам был увлечен вот этими всякими развлечениями с музыкантами, танцорами и прочими видами, так сказать, таких представлений, которые доставляли ему развлечения. И это рисует нам вот ситуацию, которая наблюдалась не только в Бухаре, но особенности в Бухаре, но и в других городах, где также были объединения музыкантов, Мехтарлик. Они назывались... В Ташкенте, например, они поделили 4 Даха, 4 района Ташкента, музыканты поделили на сферы влияния, и за каждым районом был закреплен тот или иной ансамбль, который обслуживал события, различия на территории своего района. И, как я сказал, это свадьбы, различные свадьбы, это и рождение ребенка, это и бракосочетание, никох, и там салабандон, повязывание и посвящение в профессию, это и профессиональные различные мероприятия, связанные с профессиональной деятельностью цехов и так далее. То есть это была целая вереница вот таких постоянных развлечений, которые обозначались, как я уже сказал в самом начале своей лекции, словом «тамаша». Все это обозначалось словом «тамаша», многозначным этим словом, которое широко используется не только, конечно, в Средней Азии, и по всему Среднему Востоку, везде в персоязычной и тюркоязычной среде. Если, так сказать, отойти от такой фактической ситуации, попытаться осмыслить, что же это из себя представляло, то мы можем сказать, что здесь мы видим, как вот этот фактически доисламский, большой, во многом доисламский культурный пласт, то есть это были доисламские традиции во многом, о каждой из этих традиций можно говорить, о каждом виде танца, его с доисламскими корнями, от времени он как бы расширял свою социальную базу и распространялся в мусульманском обществе, занимая все более и более, там, больше и большее культурное пространство. И особенно это, как я уже сказал, наблюдалось вот в конце, перед революцией, в конце 19-го, в начале 20-го века, когда мы видим значительное расширение вот социальной базы вот этого неисламского, конечно, в кавычках, пласта, то, что мы теперь называем народной культурой. Естественно, народной культурой, естественно, что это вызывало особое отношение к этому виду деятельности народа, неодобрительное в целом. Конечно, и сама профессия музыканта считалась несерьезной, мягко говоря, несерьезной. Мало кто желал, что его дети были музыкантами. Даже мы можем у известных людей того времени найти такое отношение. Вот даже у некоторых джадидов они считали, что это, конечно, несерьезно заниматься. Вот это отношение к занятию музыкой профессионально, как к несерьезному и унизительному в каком-то смысле занятию, оно отражено не только в законодательных актах различных, но и отражено в философско-этических трудах. Например, можно привести вот пример такой классический во многом. Это известный труд, философско-этический труд Ахлоки Джалали, Джаллидина Давани, философ 15 века, это иранский философ. Но, естественно, что мы сейчас говорим иранский или какой-либо, но труды каждого из такого рода философов, они были также широко известны и в городах Туркестана. Тут такого разделения не было, как мы сейчас делим. Так вот, в его труде Джалалова Этика, это труд 15, это вообще философ 15 века, он и богослов, ну, как это обычно для того времени он во многом энциклопедист. У него здесь приведена классификация ремесел. Так вот, ремесла, связанные с масхарабоством, это масхараги он называет, мутриби и макмари, это все, что связано с колдовством, с гаданием, отнесены к разряду презренных, нижайших, низких, потому что они противоречат, он пишет, душевному совершенствованию. Вот такого рода классификации, а эта классификация до него была еще высказана на середине Маттуси в 13 веке, он ее продолжил как бы дальше, и они вот закладывали отношение к народным таким вот развлечениям, как несерьезным, не вызывающим уважения, что ли. И вот есть одна интересная история, которая показывает, насколько это действительно так. Это история о Баратбеке, чиновнике Эмира, по-видимому, Абдулла Ахатхана, предпоследнего бухарского Эмира. Однажды, находясь в свите Эмира, этот чиновник Баратбек попал на одно представление, где народные музыканты, было что-то, какое-то веселье. И вдруг он неожиданно вышел из окружения Эмира, взял Дойру, вырвал Дойру из рук музыканта и стал играть на Дойре в присутствии Эмира. Ну, видимо, он думал этим его, может быть, удивить или как-то, так сказать, обрадовать, но на самом деле это вызвало негодование и скрытый гнев у Эмира. Он приказал схватить его и бросить в тюрьму. Эта история описана Андреевым Чеховичем в книге «Арк Бухары» в конце 19-го, начале 20-го века. Эта история, она... Дело в том, что эта история, будучи описанной востоковедами, она, как теперь мы убеждаемся, имела и народное распространение, широкое. И бедный Бородбек, находясь в Зиндане, он, пока Эмир какое-то время достаточно длительно развлекался, он оказался там без пищи и воды, и он, в итоге, когда вспомнили о нем, то он уже умер там. И вот Бородбек, судя по всему, превратился в такого мученика, героя-мученика. И о нем музыканты создали мелодию, которая, я так полагаю, что это именно о нем, которая так и называется, инструментальная мелодия называется Бородбек. Вот она впервые была нотирована Мироновым в книге, его книге «Музыка узбеков» еще в 1929 году от бухарских музыкантов. Он записал это Бородбеки, он пишет «Имя мужчины, маршеобразная инструментальная пьеса с выразительной и красивой мелодией». И она исполнялась на танбуре эта мелодия. И мы обнаружили следы ее и в других изданиях, и в Таджикистане этой мелодии, что говорит о том, что эта история как бы вызвала живое участие народного сознания, и народ запечатлел его в большей степени, конечно, уже как мученика вот пострадавшего, безвинно пострадавшего человека. как я уже сказал, она отражена и даже в нотных записях Мавриги в Таджикистане. Эта вот история, она хорошо отражает отношение к музыке в высших слоях общества. Заниматься музыкой, как неким интеллектуальным занятием, это считалось достоинством. И тот же Джаладин Давани, о котором я говорил, крупный философ и крупный правовед своего времени, в его Джалаловой этике есть раздел о музыке, где-то десяток страниц, где он рассматривает серьезные идеи философского характера, сопоставляя эстетические категории, музыкальные, теоретические представления с какими-то возвышенными философскими идеями. И нам хорошо известно из истории, что многие выдающиеся деятели, правоведы, многие выдающиеся шейхи, они, конечно, не были никогда музыкантами, как профессионалами, в смысле, не зарабатывали этим путем деньги, но многие из них занимались музыкой как некой духовной дисциплиной и тщательно изучали ее теорию музыки, внесли свой вклад в развитие музыкальной науки. Здесь и Абдурахмана Джамии можно вспомнить его трактат о музыке, во введении которого он как бы ссылается на то, что да, конечно, мое занятие музыкой для меня, в моем положении нежелательно, но выходя навстречу пожеланиям моего друга, я написал вот такой трактат о музыке. В начале 20 века эта ситуация приняла во многом критический характер, и не случайно вот эта ситуация с распространением развлечений, их широким бытованием в народе, не случайно она вызвала настороженное отношение не только среди теологов, крупных законоведов того времени, но и среди вообще других категорий общественности, например, среди народившихся в то время джадидов. Ну вот, если мы возьмем журнал, знаменитый журнал мусульманский Али Слах, Ислах, который издавался в Ташкенте, в эти годы, в 14-15, в 16-17 годах, вплоть до закрытия этих журналов, этого журнала и других теологических журналах, в них, вот особенно в Ислахе, начинается полемика по поводу отношения к музыке и распространения музыки широко, увлечения народом музыкой, этими тоями роскошными, где роскошествующими, где тратились огромные средства. И, конечно, наше отношение сейчас к этим материалам, оно должно быть более таким научным. То есть, здесь, конечно, было и некое иррациональное зерно, оно связано было с тем, что эти люди были озабочены, что народ тратит огромные деньги на проведение этих мероприятий, особенно свадеб. А музыканты и многие люди, среди которых были, и, конечно, скажу, какие-то своего рода авантюристы, которые на этом зарабатывали. Вот можно даже назвать и статью из журнала, который отнюдь не теологический, это журнал, о нем я рассказывал, Бехбуди, Ойна. И вот в одном из номеров, например, есть статья, она не подписана, правда, анонимная, которая называется так. Наши каландары, мадохи, ваизы, люли и нищие, или наши бессовестные лентяи, позорящие имя мусульманства. Вот так называется статья, которая здесь размещена, и в которой показано, как эти люди, вот используя любовь, так сказать, народа к музыке, развлечениям, они ведут такой паразитический образ жизни, тут и гадальщики и так далее, которые вот находятся в этой ситуации и зарабатывают на этом деньги. Вот такого рода статьи, их можно сказать десятки появились в это время, где ставится вопрос о том, что же это такое, почему есть такое увлечение и осуждается и порицается вот эти дорогостоящие неоправданно расходы на обслуживание различных ритуалов, традиций и показываются, как наживаются на этом вот эти богемные элементы, сколько даже вплоть до того, сколько они получают, но, как я уже говорил, обширный материал об этом дает и донесение секретных агентов и мира, где многим из них удавалось выяснить, сколько получали музыканты или те или иные категории, те, которые обслуживали народные развлечения. Какую сумму они получали. Конечно, нужно дифференцировать, и это дифференцировалось уже в то время. Скажем, были духовные забрания, связанные с проведением зикров, например, о которых я рассказывал. Например, зикр джахр или там зикриара, зикр пилы, громкий зикр джахр, который собирал в Бухаре там, ну, сотни и даже тысячи человек. одна тысяча, две тысячи, три тысячи зафиксированные боли, которые наблюдали за проведением зикра. И где после зикра часто выступали уже хафизы, которые пели тексты на суфийскую тематику. Или, допустим, проведение тех же ритуалов Йозда Ахума, о которых мы тоже говорили. Но эта категория представлений своего рода тоже, конечно, это тоже можно отнести к разряду неких духовных представлений, она не получала такого осуждения. Но все, что касается развлечения, массового развлечения народа, его пытались как бы регламентировать. Оно не запрещалось. Нельзя сказать, что оно запрещалось, что оно изгонялось из жизни, но оно осуждалось и не рекомендовалось. И особенно в некоторых периодики. Но были и серьезные работы в это время, целые трактаты, отдельное сочинение, где показывалось, где вот это увеличение вот этой категории людей, обслуживающих развлечения, рассматривалось как признак конца света, последних дней. ахирзаман. Это так и ассоциировалось. Один из признаков конца света это то, что станет много музыкантов. Очень много музыкантов, они будут ходить и везде играть, и они будут использовать дьявол, шайтан, который тоже будет их использовать для своих целей. вот такие разного рода мнения, разнообразные, они в это время становятся одним, одной из болезненных и проблемных тем в обществе. И здесь, конечно, были не только против, осуждающие, но целый ряд можно привести замечательных материалов, которые выступали в поддержку музыки, в защиту музыки. И в частности здесь, конечно, такая фигура, как Абдулла Фитрат, который, например, не разделял эту точку зрения, хотя среди джадидов были те, кто и разделял. Например, можно найти такого рода негативное отношение к Абдуллу Аллани. А Фитрат, даже уже несколько позже, конечно, в своем труде о музыке, классической музыке узбеков, он высказался, что одной из причин стагнации музыкальной культуры на позднем этапе явилось религиозное отношение к музыке. То есть, существовали, конечно, разные точки зрения. Пытались найти и некие компромиссы. Эти компромиссы между дозволенным и недозволенным, они связывались, конечно, с регламентацией. Регламентировать применение музыки в рамках того или иного мероприятия. Но особенно это касалось, относилось к некоторым праздникам, которые имеют очень древние доисламские корни, глубокие корни, например, это Гули-Сурх или там Навруз, конечно, Навруз замечательный, который, эта регламентация применялась еще в раннее средневековье, в 10-11 веках. У того же Газали можно встретить указание на то, что во время Навруза можно применять, скажем, дети могут применять свистульки, музыкальные, такие примитивные музыкальные инструменты, но после завершения праздника они должны быть уничтожены. И точно так же было, осознавалось уже в то время в суфийской, особенно в теологической литературе и в суфийской, разделение поэзии. Поэзия тоже ее распевания, ее записи осознавались как поэзия мистическая, суфийская, суфиона и поэзия, которая предназначена была для развлечений, для так сказать то, что они называли ашикона. Это то, что мы можем сказать лирической поэзией. То есть такой подход он уже достаточно глубоко осознавался и призывали соблюдать баланс. И этот баланс можно было видеть в отражении в тех поэтических сборниках, в изданиях, где мы видим и издания лирических поэтов того времени. Например, к ним относился Фузули, тюркоязычный поэт, который был необычайно популярен по всему Туркестану и в том числе в Бухаре. Литографическим способом издавался и масса диванов, записей, выписок из него, ну, как и другие поэты того времени. То есть вот это, я хочу сказать, что это осознание, оно, это не плод нашего времени, оно уже, оно существовало всегда. И это борьба идей, противостояние, в особенности к народным развлечениям, оно наблюдалось, ну, пожалуй, столетиями. И советская власть здесь, как говорится, тоже не была новой, она не была, не открыла здесь, что ли говоря, образно, Америку. Она продолжила линию на осуждение целого ряда элементов, которые в культуре народной, которые мешают, так сказать, развитию народной культуры, и которые носят черты, ну, скажем, такого, как это считалось, что они паразитические элементы, в то время рассматривалось. Но советская власть, в отличие от предшествующих, так сказать, деятелей, она здесь уже подошла, так сказать, радикально, и многие очаги бытования, вот, такого рода, носителей культуры, скажем, Мадохов, там, Каландаров и прочих, они были уже в 20-е годы, мы знаем, закрыты, ликвидированы по территории Туркестана, или же их влияние было, их практика была сильно регламентирована и ограничена. И вот теперь после этого всего, так сказать, краткого обзора мы можем сделать такой вывод, что несмотря на все усилия властей в каждый период, народная культура, она развивается по своим законам, и все ее ограничения, они не привели к исчезновению этой культуры. Если мы посмотрим на современную культурную жизнь Узбекистана, музыкальную жизнь, то мы, конечно, увидим, что многие пласты культуры, музыкальные многие традиции, скажем, вот тот же ансамбль Мехтарлик, хотя термин Мехтарлик уже давно вышел из употребления, и они составляют гордость народной культуры нашего времени. Мы с гордостью говорим, что узбекский народ тазистский народ обладает такой уникальной музыкальной культурой. Современные музыкальные ансамбли, которые мы можем в изобилии видеть по городам и сельским районам Узбекистана и в Таджикистане, они являются прямыми продолжателями и преемниками традиций старой культуры Туркестана. И это совершенно несомненно, и это проявляется и в их репертуаре, и в традициях исполнения, и в том, что они продолжают обслуживать тот же ряд традиций народной жизни, о которых мы говорили в начале лекции. То есть мы видим, что культура народа продолжает жить и продолжает активно развиваться. Продолжение следует...